Господа, я обещал вам рассказать о том, как учить стихи с детьми. Я даже накануне почитал какую-то информацию в интернете, как это нужно делать. Она меня, мягко говоря, ужаснула, потому что те несколько сайтов, которые первые выпадают в поиски, которые я прочел, мягко говоря, не заслуживают внимания. Поэтому я попробую дать вам несколько коротких, неразвернутых советов о том, как учить стихи с детьми, я сейчас говорю все-таки не о совсем маленьких детишках, я говорю о 6, 7, 8 годах, тогда, когда он уже адекватен, с ним можно договариваться, делать им какие-то замечания, то есть можно как-то, как со взрослым человеком, с ним общаться. Все, конечно, зависит от вашего ребенка. Значит, первое, что вы должны, как родители, сделать, вы должны выбрать правильное стихотворение. Не выбирайте описательных стихов, не выбирайте трагических стихов, не выбирайте посмертных завещаний, не выбирайте серьезных стихотворений, не выбирайте стихов, где все происходящее происходит в неком виртуальном пространстве вашей души, вселенной, как я хочу вдохнуть в стихотворение весь этот мир, меняющий обличие. Это прекрасное стихотворение, но ребенок такое стихотворение читать не будет. Выбирая стихотворение для ребенка, выбирайте стихотворение, наполненное действием, физическим действием, чтобы кто-то что-то делал желательно, веселое, захватывающее. Все хорошие детские стихи, они начинаются, даже начинаются с этого же самого. Ехали медведи на велосипеде, скачет сито по полям, Одна старушка молодая на голове вошла в метро, Одна старушка молодая на голове вошла в метро. Это простое физическое действие, которое в голове ребенка рождает какую-то картинку. Шел козел молодой на весенний торжок. Здесь сложнее, слово торжок ребенку непонятно. Лимонадом водой запивал пирожок. Простое физическое действие. Лимонадом водой запивал пирожок. Поэтому выбирайте для ребенка стихотворение, в котором есть понятное физическое действие. Вот летают бегемоты над журчащим ручейком. На салазочках Володя быстро под гору летел. Поэтому это на вашей совести, чтобы вы выбрали то стихотворение, которое ребенку будет интересно учить. Неплохо бы, чтобы вам, как взрослому, это стихотворение было бы интересно читать. Поэтому выбирайте то, что нравится лично вам. На втором этапе начинайте изучать текст. Здесь самая большая ошибка, о которой я уже неоднократно говорил, это читать текст с выражением. Никогда не читайте текст с выражением. Поверьте мне, у меня актерское образование, у меня есть опыт работы с текстами. Я преподаю ораторское искусство. Выражение – это то, что появляется в процессе работы над текстом, как косвенный эффект. Как то, что проявляется в самом конце. Когда вы уже поняли, про что у вас история, кто у вас куда едет на велосипеде, что происходит, куда идет козел, на какой торжок и зачем он туда идет, какая история там произойдет. Поэтому выражение может появиться только тогда, когда вы проработали весь текст, прочитали его, осознали историю, разобрали, что там происходит. И тогда появляется ваше отношение к тому, что происходит, или отношение ребенка к тому, что происходит. Если же вы на первых словах будете просить от него выражение, это будет фальшь. Это будет раскрашивание истории, которую ребенок не понимает. Ну, как вы себе это представляете? «Ехали медведи на велосипеде». Куда они ехали, вы знаете? Там праздник будет. Или они искали себе друзей. Или они ехали из гостей уставшие после медвежьей вечеринки. Вы же не знаете, что происходит. Как можно включать выражение, когда вы не понимаете историю? Либо есть другая ошибка, когда вы раскрашиваете текст стихотворения, так же не понимая, что происходит. Типа «белеет парус одинокий». И вот слово «одинокий» вы будете раскрашивать, абсолютно не касаясь того, какой сюжет есть в стихотворении. Поэтому на втором этапе изучаете текст, читая его с ребенком. Можно по очереди. Вы строчку. Ребенок повторяет. Либо он строчку одну, строчку вторую. Обязательно по строчкам. Одна строчка, пауза, одна строчка, пауза, одна строчка, пауза. В стихах всегда есть ритм. И вот этот ритм вы должны освоить именно на этапе технического, первоначального прочтения. Прочтение еще без выражения. Помимо отсутствия лишней интонации, нужно следить, чтобы не возникало паразитического ритмического рисунка. Вот то самое школьное бу-бу-бу, от которого мы хотим избавиться, оно возникает не из-за того, что человек читает без выражения. А из-за того, что он все время говорит на одном и том же ритме, используя странный ритмический рисунок. Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. Поэтому избавление от бу-бу-бу – это не привнесение в этот чудовищный ритмический рисунок еще и выражения, а это избавление от лишнего выражения, от ритмического рисунка и ожидание того, когда выразительность и образы появятся сами собой в той истории, которую вы рассказываете. Давайте я попробую какой-нибудь текст показать вам, как он звучит без выражения и без ритмического рисунка. Смотрите на фразу «Глянул зайка в окно». Она вся ровная, не «Глянул зайка в окно, глянул зайка в окно». Нет ни ритма, ни выражения. «Глянул зайка» все на одной ноте. «Глянул зайка в окно». Потом, когда я прочитаю историю до конца, потом, когда я пойму, кто главный герой, что происходит, потом, когда я пойму, с чего история начинается, что я описываю в самом начале, у меня появятся нужные эмоции, и я смогу читать с выражениями. Но это будет после того. То, что я вам сейчас рассказываю, довольно длительный и кропотливый процесс. Я вам рассказываю методику не того, как учить стихи к школе, потому что к школе обычно вы отрабанили стихотворение, выучили за один день, отчитали его на уроке, получили свою четверку или пятерку и ушли. Я вам говорю, как в принципе приучить ребенка к тому, чтобы он понимал поэзию, был с ней на «ты», умел учить поэтические тексты, стихи, и всю жизнь жил с этим знанием. Я говорю о гораздо более глубоком обучении, нежели то, что требуется сегодня в школе, как чтение с выражением, не дай бог. По моему опыту, даже мне, для того, чтобы выучить одно стихотворение, в самом нетребовательном варианте нужно три дня. Три дня для того, чтобы вы в первый день познакомились с текстом, если стихотворение небольшое, во второй день его повторили, в третий день у вас начали возникать какие-то образы, и вы его закрепили у себя в мозгу. И то это знание не будет долгим. Стихи нужно периодически читать, то есть, чтобы знать стихотворение идеально и читать его очень хорошо, на сцене, например, мне нужно работать с текстом две недели ежедневно. Поэтому изучение стихотворения нужно твердо понимать, что для того, чтобы выучить стихотворение, вы не сможете это сделать за один день, как бы вы не хотели. Сколько бы вы усилий не приложили, потому что в памяти есть определенные механизмы того, как текст, ассоциативный ряд, история запоминаются и откладываются. Это требует как минимум нескольких дней изучения. Еще раз говорю о том, что это не школьный вариант, когда вам сегодня задали, послезавтра вам сдавать. Я говорю вам о том, как правильно учить стихи с детьми, для того, чтобы они не чувствовали ненависти к Александру Сергеевичу Пушкину и к Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Надеюсь, что какие-то из моих советов помогут вам не сделать ошибок нашего образования.